Счастье и ваше здоровье. Удивительная связь. Сегодня мы расскажем вам об открытии, которое сделал Ли Берг, профессор университета Лома-Линда. Он потратил больше 30 лет на изучение смеха и на то, какой эффект он оказывает на наш организм. Берг обнаружил, что смех снижает количество гормонов стресса, укрепляет иммунную систему и ускоряет выброс эндорфинов. Всем хорошо известно, что физические упражнения полезны для здоровья, с этим никто не поспорит, но неужели и смех оказывает тот же эффект? Полагаю, что да, при условии, если человек смеется по полчаса в день, и так 3-4 раза в неделю, но лучше чаще. Хороший рецепт. Да, еще это доставляет удовольствие. На протяжении года Берг проводил исследования с участием людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Их разделили на две группы. В первой добровольцы ежедневно по полчаса смотрели сериал «Друзья». Во второй группе пациенты проходили обычное лечение, но уже без всяких комедий. Людям из первой группы понадобилось меньше препаратов, вроде бета-блокаторов или нитроглицерина. Но что самое поразительное за время эксперимента, в смеющейся группе повторный сердечный приступ был выявлен только у 8% пациентов, а в обычной этот показатель составил 42%. Мы нашли лекарство, с которым можно было бы смело ехать в Стокгольм. Вы имеете в виду соискание Нобелевской премии? Да. Даже предвкушение самого смеха несет ту же пользу. Это то, что Берг называет «биологией надежды». И сегодня в нашей программе поговорим о лекарстве, которое вы принимаете, когда видите клоунов. Пожалуй, нет другого момента, когда ребенок так нуждался бы в смехе. Увидеть клоунов в действии и оценить их вклад, в том числе в науку. Доктор Мари Аню возглавляет в этой клинике педиатрическое отделение. Я очень хорошо запомнила одного ребенка, который провел в больнице больше полугода. Как-то раз он увидел клоунов и начал поправляться. Значит ли это, что смех может считаться узаконенным лекарством? Может ли он лечить? Это не альтернативная медицина. Нет ничего альтернативного в том, что само ваше тело является частью процесса выздоровления. Профессор Ли Берг из Калифорнийского медицинского университета Лома-Линда на протяжении 18 лет изучал лечебные свойства смеха и пришел к выводу, что смех оказывает существенное влияние на гормоны стресса, которые выделяет наш организм. Эти гормоны подавляют иммунную систему, поэтому, когда мы снижаем их количество, то, по сути, как бы раскручиваем наш иммунитет. Чтобы подтвердить эту теорию, профессор Берг показывал пациентам выступление комика Галлахера, а в процессе просмотра брал у них кровь на анализ. И вот что обнаружилось под микроскопом. Смех увеличивает в иммунной системе количество естественных клеток. Они способны бороться с клетками, которые заражены различными вирусами и даже раком. Выводы, сделанные профессором Берком, уже приняты многими в медицинском сообществе, хотя клоуны знали об этом на протяжении всей истории. В конце концов, древние греки недаром строили свои больницы рядом с амфитеатром, чтобы пациентов можно было развлекать. Одно мы знаем точно — смех не может навредить. Вот такие у нас сегодня новости. Сериалы «Симпсоны» и «Сайнфилд» продлевают жизнь. О том, что смех — действительно лучшее лекарство — репортаж Джеффа Майкла. До этого дня врачи не знали о важном значении чувства юмора. Однако нашелся один доктор, который выяснил, насколько оно может нам помочь. Доктор Ли Берг из медуниверситета Лома-Линда разделил 48 пациентов, перенесших сердечный приступ, на две группы. В каждой из них люди проходили обычное кардиолечение, однако участники одной из групп по полчаса в день смотрели юмористические передачи, и так в течение года. Они смотрели Лорел и Харди и комика Галлахера словом «Все, что могло вызывать смех», и вот какими оказались результаты. В группе, где смотрели комедии, повторные сердечные приступы были зафиксированы лишь у двух пациентов. В другой, обычной группе таких случаев было десять. А всему виной то, что доктора называют негативными гормонами стресса. Давайте на минуту представим, что вот этот парень переживает сильный стресс. Согласно теории доктора Берка, это связано с сигналами, которые мозг посылает в гипофиз. Они производят гормон стресса, который в свою очередь посылает уже свой сигнал в адреналиновые железы, что это где-то вот здесь, в районе почек. Все это также производит гормоны стресса. Однако Берк доказал, что когда мы смеемся, сигнал между мозгом и вот этими железами блокируется. Доктор Берк утверждает, что комик Мел Брукс — это пример самого правильного юмора. Эта история стара как священное писание. По словам доктора Берка, он лишь научно доказал то, о чем еще было сказано в притче. «Веселое сердце — лучшее лекарство, а сломленный дух иссушает тело». И это возвращает нас к чувству юмора. Доктор Берк говорит, что если, например, вас смешит Эдди Мерфи, значит, включите его в свой рецепт. Однако профессор предупреждает, не весь юмор для этого сгодится. Юмор, который унижает, оскорбляет или высмеивает других людей, не способен менять биологические процессы нашего организма, которые происходят, когда наше сердце радуется. Уже в следующем году доктор Берк планирует опубликовать свое исследование и на сей раз советует своим коллегам над этим не смеяться.